В тот момент я поняла, что такое, когда земля уходит из-под ног. Такой ребенок может родиться только в асоциальной семье, где там мама, папа курят, там наркоманы и все прочее. У меня были мысли о суициде, и я захотела, чтобы мой сын остался со мной. В Казахстане более 80% детей-сирот – это социальные сироты. То есть у этих детей, у наших детей в большинстве есть мамы, папы, бабушки, дедушки, но, к сожалению, они лишены права быть с ними. Только ребенок родился с синдромом, да, мама должна включиться. Мы не разлучаем никогда братьев и сестер, они воспитываются вместе. То есть есть родители, которые берут на усыновление ребенка, потом заново сдают в детский дом? Да. К сожалению, таких много. Семь лет назад вы основали фонд Кунбала. Это фонд, который помогает детям и подросткам с синдромом Дауна. Вы сами столкнулись с этим. Да, я мама ребенка с синдромом Дауна. Расскажу немножко про свою личную историю. То есть 9 месяцев я ходила беременная в полной уверенности, что у меня будет здоровый ребенок. Я проходила все скрининги, проходила все УЗИ, наблюдалась у лучших УЗИстов города, платно вела свою беременность у хорошего гинеколога, и как бы все было нормально. Родился мой Дамир, было все в порядке. То есть я лежала, им любовалась, никаких особенностей я не увидела, что ребенок какой-то не такой. То есть когда ребенок родился, там же обычно ставят балл, как он называется? Абгар. Нет, там все хорошо было. То есть доношенный, вес хороший, там сразу взял грудь, там все нормально было. То есть у меня вообще никаких подозрений не было. На следующий день пришел на осмотр неонатолог, посмотрела, стала задавать какие-то странные вопросы. Делала ли я УЗИ, делала ли я скрининг беременных. Я говорю, да, все хорошо, у меня вот в обменке все есть. Потом она позвала генетика. Пришла генетик и в очень грубой форме поговорила со мной, сказала, что у тебя родился ребенок с синдромом Дауна, что он будет овощем, что он никогда не узнает своего маму и папу. Ну, в общем, все это и обречено. И в тот момент я поняла, что такое, когда земля уходит из-под ног. То есть все, у меня был такой шок. Я вообще не понимала, как это может случиться у меня. То есть у меня должно быть всегда все идеально. То есть я хорошая жена, хорошая мама, хороший работник. То есть ну как так и не идеальный ребенок. И после того, как мне озвучили диагноз, меня тут же переселили в отдельную палату. И два дня я лежала в этой палате, и ко мне никто не заходил. Ни врачи, ни анонатологи, ни акушеры, никто. Единственное, кто был, это была санитарка, которая мыла полы в палате. А вы изучали этот вопрос, почему именно в вашей семье родился ребенок с синдромом Дауна? Ну да, я полезла сразу в гугл, стала смотреть. То есть я раньше-то видела таких детей, людей. Я думала, что такой ребенок может родиться только в асоциальной семье, где там мама, папа курят, там наркоманы и все прочее. Оказалось, нет, что это просто генетический сбой, когда у ребенка 47 хромосом вместо 46. И что это абсолютная случайность. То есть она не передается по наследству абсолютно. Ну вот это лотерея, вот эта лотерея выпала тогда мне. И вот эти вот два дня в роддоме я была в ужасном просто состоянии, в страшной депрессии. Я плакала, я не знала, что делать. У меня были мысли о суициде. Прям там в роддоме я понимала, что со второго этажа, если я спрыгну, то я не убьюсь. Да. Но самое обидное было, что ко мне никто не пришел. Мне хотелось просто поговорить. Как это так, как это случилось. То есть я хотела поддержки. И я поняла, что я тут никому не нужна. И через два дня я просто собрала вещи и ушла из роддома. С ребенком? Да, с ребенком. Я позвонила своему врачу, который принимал роды. Я говорю, я пошла домой. Она говорит, все нормально? Я говорю, да. Она говорит, ну все, иди за выпиской, через два дня придешь. Я просто собрала вещи и ушла. И у нас дома была ужасная аура просто. Мы сдали генетический анализ, который дает стопроцентное подтверждение. Есть у ребенка синдром Дауна или нет? И вот это состояние, в котором я проживала, вот это вот время, первое, да, после рождения ребенка, я, честно, не пожелаю никому. Потому что это было очень сложно. Я каждую ночь засыпала с мыслью, как было бы хорошо не проснуться утром. Я не хотела верить в эту реальность. Я не хотела принимать этого ребенка. Я не хотела его кормить. Я не хотела к нему привыкать. Ну то есть такие страшные мысли были в голове. И когда мне супруг пытался как-то меня поддержать и сказать, давай, поехали покупать коляску, ну вот как-то меня отлечит этих мыслей, я сказала, ты сошел с ума, я больше никогда не выйду на улицу, я не буду показывать этого ребенка никому, я просто закроюсь от всех и буду сидеть дома с ним. Ты не понимаешь, он будет овощем. И вот в таком состоянии я пребывала примерно до трех месяцев ребенка. То есть у нас выявились еще кое-какие патологии по здоровью, которые, опять же, не все обнаружили во время беременности. Он очень много болел. И в три месяца он попал в реанимацию, когда мне сотрудники реанимации не давали вообще абсолютно никаких шансов. Они говорили, он не жилец, он не жилец. Вот одно и то же твердили. И я, в принципе, уже с этой мыслью смирилась. Я сказала, ну все, сейчас все решится, и я про это забуду, как про страшный сон. Но в то же время я искала какую-то информацию в интернете и случайно наткнулась в Инстаграм на пост мамы, ребенка с синдромом Дауна, а она написала, мы из Алматы. То есть я такая, ничего себе, еще, оказывается, есть такие дети в Алматы. Я думала, только у меня такой ребенок родился. Я ей написала. И оказалось, ее сына зовут тоже Дамир, как и моего. Но я ей написала, я написала всю историю, все. Она говорит, давай встретимся, давай просто поговорим. Она включила меня в чат в WhatsApp, где было на тот момент всего 8 мам. 8 мам детей с синдромом Дауна, они все жили в Алмате. Вообще для меня это было чудо, как это так? Вот, и мой сын тогда был в реанимации. Я его уже мысленно отпустила. И мы сидели, значит, в кафе, и они пришли, все мамы, со своими детьми. Я впервые увидела этих детей. И я поняла, что ну как это так, какие же они овощи? Этот уже ходит, этот самостоятельно там пытается кушать. Они понимают, где мама, они улыбаются, они любят там играть в телефоне, смотреть мультики. Думаю, какие же они овощи? И вот тогда был, знаете, такой, может быть, переломный момент, когда я впервые за 3 месяца просто захотела жить. И я захотела, чтобы мой сын остался со мной. Бульжан, по данным Министерства образования, у нас в стране 23 тысячи детей-сирот. Вот последние данные. Из них сколько детей находится в деревнях СОС? Ну, если говорить про 3 деревни СОС, детские деревни Казахстана, то прямо сейчас у нас находится под опекой 263 ребенка. А вообще в Казахстане помимо 3 СОС-деревень существует 12 государственных деревень, которые также были созданы по модели СОС-интернешнл. А кто вообще привез эту модель в Казахстан? Если говорить вообще про идею СОС, детские деревни, то в далекие военные годы, послевоенные годы австрийский гуманист, педагог Герман Гмайнер, это была его идея, создать такие деревни, потому что в то время было очень много детей-сирот и очень мало мужчин. И поэтому создавались такие деревни, в которых было 10-12 семейных домов. Женщины СОС, мамы-воспитатели, директор деревни. В каждом доме было до 12 детей. В Казахстане СОС, детские деревни, впервые идея возникла у Сары Алпысовны Назарбаевой, когда она посещала Европу и побывала в такой детской деревне. Она загорелась идеей и решила открыть в Казахстане такие детские деревни. В этом году мы отмечали 25 лет, первой СОС детской деревни в Алма-Аты. Я была в ваших деревнях и здесь, и в Алма-Ате, еще когда совсем была студенткой. В Астане тоже часто была. И у меня даже есть друзья из этой деревни, потому что я приходила с мастер-классом на какие-то встречи. И вот там же все равно большинство подростки. И они же до какого, кстати, периода у них статус сироты? Мы отличаемся от детских домов. Дело в том, что дети под нашей опекой находятся до получения первого профессионального образования и до тех пор, пока мы не поймем, что ребенок готов к самостоятельной жизни. Это до какого возраста? В зависимости от ребенка, от индивидуальности. То есть ребенок может выйти от нас и в 19 лет, и в 18, а может и в 23 года, если он учится в институте. То есть он может находиться, но не в детской деревне, там он отдельно живет? Да, я могу рассказать. Чуть позже я расскажу про дома юношества у нас есть. То есть после детской деревни СОСа он попадает в дом юношества, где он может жить. И вот у меня есть один мой хороший друг Вадим, у него сейчас клининговая компания, и вот мы с ним как раз познакомились в детской деревне СОС. Вообще мне модель эта очень нравится, потому что, на мой взгляд, это гораздо лучше, чем, наверное, быть в детском доме, потому что ты все равно там более свободный. Семейная модель – самое главное. Ну вот всегда я удивлялась, что именно мама, то есть там мама работает мамой, получает зарплату, папы там нет. Дело в том, что очень многое изменилось за эти 70 лет, пока существует организация, то есть есть очень многие инновационные, скажем так, модели, которые мы внедряем год за годом. Если говорить про СОС Казахстан, то начиная с 2017 года у нас есть семейные пары, где по-прежнему СОС родитель, воспитатель, мама, наш сотрудник профессионально обученный, а папа – он обычный папа. Потом у нас есть такая модель, когда мы интегрируем семьи в город, то есть у нас обычные семьи живут в городе, это где-то 5 семей сейчас у нас по трем деревням, когда ребенок гораздо лучше социализируется. Он живет, как обычный ребенок, ходит в обычную ближайшую школу, и когда его спрашивают, ты где, ты с кем живешь, он говорит, я здесь с мамой, например, воркиндеу или еще где-то. То есть получается, исключается вот этот момент стигматизации буллинга со стороны детей. Что касается домов юношества, ребенок, когда взрослеет, после 16 лет он попадает в молодежную опеку, и у него есть несколько вариантов, где он может жить. Если у него есть квартира или есть родственники, я вам, Динара, уже говорила, что в Казахстане более 80% детей-сирот – это социальные сироты. То есть у этих детей, у наших детей, в большинстве есть мамы, папы, бабушки, дедушки, но, к сожалению, они лишены права быть с ними. То есть из 23 тысяч детей-сирот 80% из них, более 85% они имеют родственников. Да, они имеют родственников, расширенную семью. И то есть когда ребенок к нам попадает, и когда мы работаем с ним, наша самая главная задача – проверить, есть ли возможность воссоединить ребенка с его семьей, с его биологической семьей или с его расширенной семьей. И только потом мы уже работаем по вопросам устройства детей в патронат, опеку, на усыновление. И когда вся вот эта вот черная полоса у нас закончилась, там, в Гумбула год, и вот на очередной такой мамской посиделке мамочки сказали, было бы хорошо нам создать фонд. Ну что вот мы как мамы, да, ходим, да, ну вот придать бы статус, вот, чтобы защитить наших детей. И тогда три активные мамы, в том числе и я, мы решили создать фонд. Назвали его «Кунбала», «Солнечный ребенок». Вообще ничего не было. У меня никогда не было опыта социального предпринимательства, там, ведения каких-то дел. Вот, ну, вот это вот желание просто поддержать, просто поговорить с мамой, когда у нее рождается такой ребенок, вот это вот первичная моя цель была, чем будет заниматься наш фонд. Потому что вы сами это пережили, и вы сами с этим столкнулись, и вы понимаете, как это тяжело. Я понимаю, что если бы тогда ко мне в роддоме пришел хотя бы врач, хотя бы медсестра, да хоть санитарка, просто бы села, взяла меня за руку и просто со мной поговорила, сказала, успокойся, не отчаивайся, все будет хорошо, то, может быть, и не было бы этой затяжной депрессии. Сейчас, если у женщины сложится такая же ситуация, и она окажется в родильном доме, и у нее родится ребенок с синдромом Дауна, она может сразу к вам ввести? Конечно, конечно. Она может. Чем вы ей поможете? Я просто поговорю с ней. Если нужно, я приеду к ней в роддом. Я поговорю, я покажу своего сына. Это по всему Казахстану? Ну, к сожалению, мы ограничены, да. Мы живем в Алмате, это пока только Алмата. А у вас есть представители в других городах? Знаете, у нас не представители, у нас есть фонды, родительские организации. Это не наши филиалы, но это родители, которые открыли эти фонды в других городах, и они тоже готовы оказать эту поддержку. И я не без гордости могу сказать, что наш фонд — это флагман такой, когда по Казахстану стали открываться такие фонды. И это здорово, что родители сами не ждут поддержки там кого-то, государства, всё чего-то, что-то делают, начинают делать сами. Ну, потому что вы друг друга лучше понимаете. Конечно, конечно. У вас одна общая тема, одни общие проблемы, задачи. Конечно. Вот знаете, даже вот недавно у меня была консультация, ко мне пришла мама, после роддома там ребёнку был месяц. Эти консультации проходят, это даже не консультации, это просто первая встреча, поддержка. Они проходят очень тяжело, морально. То есть это может длиться час, может длиться два. Мама может сидеть просто плакать. Это душераздирающая вообще картина, когда она держит этот свёрточек, маленький кулёчек, слёзы капают на лицо ребёнку. Ну, это правда. И каждый раз ты невольно проживаешь свою историю. И вот последний раз вот была мама, настолько они были обречены, вот это вот на лице тяжесть, вот это вот всё. Они пришли с супругом, мы поговорили, мы сидели два часа, мы разговаривали обо всём, она задавала мне вопросы, мы просто беседовали, потом они просто плакали. И потом она, когда уходила, она говорит, знаете, Алла, мои родственники знают, что у нас родился такой ребёнок, они мне говорили, успокойся, всё будет хорошо, мы тебе поможем. Ко мне приходил психолог, хорошо, что сейчас в некоторых роддомах предоставляют психолога. Она разговаривала со мной, тоже успокаивала, но я злилась на них. Я думала, как вы можете утверждать, что всё будет хорошо, у вас нет такого ребёнка. И только сегодня меня отпустило. Потому что я услышала, в принципе, те же самые слова, что от них, но я услышала их от вас, потому что вы прошли через это. И только я вам могу довериться, что действительно всё будет хорошо. Сколько родителей сейчас состоят в вашем фонде? Вообще наш фонд объединяет сейчас около 400 семей, это Алматы и Алматинская область. Мы как объединение, мы объединились. То есть у нас есть чаты, где мамы обмениваются информацией, где-то друг друга поддерживают, делятся успехами своих детей. Ну это вот такая вот ячейка. А кому и как вы помогаете? Вообще, наверное, расскажу про цели фонда. То есть первое, это, конечно, поддержка семьи, у кого родился такой ребёнок. Мы проводим консультации детей, консультации, тестирование детей. То есть на любом этапе развития ребёнка родители могут с ребёнком прийти к нам и проведём диагностику, подскажем, на какие моменты по здоровью нужно обратить внимание, какие анализы нужно сдать, что сейчас ребёнку первоочерёдно, над чем нужно заниматься. Мы открыли, получается, в 2015 году открылся фонд, в 2016 мы открыли коррекционный центр. Опять же, почему мы пришли к этой мысли? Да, у нас есть в городе коррекционные центры, у нас есть коррекционные кабинеты, но туда настолько велики очереди, то есть там же разные диагнозы детей, не только с синдромом Дауна, что там приходится по полгода-год стоять в очереди, чтобы походить там три месяца на занятия и опять ждать полгода-год в очереди. А для наших детей время — это самый основной ресурс. То есть вот ты, ребёнок только родился, если у него нет патологии, нет проблем со здоровьем, всё, мы пашем, мы постоянно работаем, постоянно-постоянно. То есть если, допустим, обычному ребёнку достаточно одного занятия, чтобы закрепить какой-то навык, для наших детей уходит месяц и полгода, то есть смотря какой навык, да, то есть там прогресс идёт, но он очень медленный. И тут главное — не упустить время. И мы понимали, что нам нужен коррекционный центр, где будут заниматься только наши дети. Вот. И получается, в 2016 году, благодаря одной очень душевной девушке, мы по сей день не благодарны, которая просто вот сказала, что вы хотите, давайте я вам помогу. Ну, мне очень нравятся дети-сироты, они особенные. У них, мне кажется, сердце более такое открытое, что ли. Я вот брала интервью у Дани Милохина, общаюсь с ребятами, которые вот как раз в ваших деревнях росли. Ну, у них нет какого-то зла, да, то есть они, у них нет зла на родителей. То есть вот вы замечаете, что эти дети какие-то, они более открытые. Самое главное, что такое, чем отличается наша модель? Самое главное, чтобы в жизни ребёнка появился значимый взрослый, которому он может доверять, с которым он может поделиться любой проблемой, которому он придёт со всеми вопросами. То есть это обычная семья. Наши дети совместно с родителем-воспитателем сами составляют свой бюджет, сами ходят, покупают магазин, управляют хозяйством. Взрослые и старшие помогают с младшими. А государство, они получают какую-то стипендию? Да, у нас есть семейный бюджет, который положен каждому ребёнку в нашей деревне. Родители-воспитатели получают зарплату. И вообще где-то на 80%, 80 с лишним процентов расходов операционных деревень, это, конечно, государственные субсидии. Государство с 2020 года целиком взяло на себя эти расходы. А до 2020 года кто вас спонсировал? До 2020 года, ну как я уже говорила, мы являемся частью международной большой организации. Вообще СОС «Детские деревни» находится в 136 странах. У нас более 580 деревень по всему миру. То есть до 2020 года финансирование осуществлялось международной стороной СОС «Интернешнл». Но с 2020 года совместно с правительством Казахстана, с Министерством образования было достигнуто соглашение, что Казахстан может сам обеспечить своих детей-сирот, поддерживать их. И финансирование сейчас деревень ведётся с местных акиматов муниципалитетов. А сколько это детей? Где-то порядка 270-280. В следующий год планируется чуть больше детей. Почему? Дело в том, что это всё связано с трансформацией детских домов. И если говорить про три города, в которых мы сейчас есть, Алматы, Астана и Тимирта, мы являемся единственным детским учреждением. И местные ЦПД. К сожалению, поток детей, конечно, он хоть и уменьшается, но не так сильно, как бы мы хотели. И поэтому, как я вам уже до этого говорила, для нас очень важна и очень важная программа, которой мы занимаемся. И приоритет номер один — это, конечно, профилактика социального сиротства. Поэтому проект «Центры поддержки детей и семьи», который мы ведём с 2017 года, вот, насколько я знаю, уже и Министерство информации и развития, и на уровне Акиматов. То есть со следующего года, в этом году, есть целое направление, что должны открываться такие центры. По-моему, в 2022 году должно было открыться 45 таких центров, в следующем году более 200. Ну, то есть это очень правильная, крутая идея. Потому что это очень важно, чтобы ребёнок оставался в семье, и семья была ресурсная. Мы объясняем. Вот смотрите, коллеги, мы работаем уже давно, достаточно давно на этом рынке, и получается, когда ты помогаешь семье весь год, помогаешь семье оставаться в состоянии ресурсности, выйти из тяжёлой ситуации, то где-то этот проект нам обходится 500 тысяч тенге в год. Но если ребёнок попадает в любое детское интернатное учреждение, будь наше заведение, будь детский дом, будь государственная детская деревня, тратится порядка 3,5-5 миллионов тенге в год на одного ребёнка. Ну, я не считаю там всех остальных накладных каких-то расходов, которые тратит государство. Акимат дал нам помещение, но это всего лишь 80 квадратных метров, которых нам сейчас катастрофически просто не хватает. Да, и мы начали свою деятельность. У нас есть ЛФК, физика, занятия с дефектологом, логопедом. Там же мы проводим консультации, там же поддержка родителей, там же проводим семинары для родителей по развитию детей. А сколько стоит открыть коррекционный центр? Ну, смотрите, нам государство дало помещение на 10 лет безвозмездной аренды, но содержание, ремонт, коммунальные услуги полностью на нас. У нас в штате сотрудники. Ну, то есть мы как учредители, но мы работаем в этом коррекционном центре как работники этого коррекционного центра. Получается, у нас есть три дефектолога-логопеда, один инструктор ЛФК, АФК, бухгалтер. Ну, всё как обычно. Ну, вот сам коррекционный центр открыть, купить там какое-то оборудование, какой-то, может быть, тренажёр. Сколько это стоит? Сейчас так вот прям не скажу. Ну, на вскидку. На вскидку. Просто это было так 6 лет назад. Ну, девушка, вы говорите, помогла. Да, девушка помогала. Так, ну вот если вот нам дали вот это помещение, да, в таком ужасном состоянии, можно сказать, ремонт, оборудование, такое самое примитивное и самое начальное, но на тот момент 6 лет назад это вышло где-то около, наверное, 2-3 миллионов, если честно, не вспомню. 2-3 миллиона тенге стоит открыть коррекционный центр? 80 квадратов. 80 квадратов. Самый простой ремонт, самая простая мебель. А какая у вас цель? Сколько вы хотите таких центров открыть? Вы знаете, не то, что центры. Мы мечтаем, знаете, о большом доме. О большом доме, чтобы там... То есть вот сейчас в основном к нам приходят кто? Это малыши. Малыши там до 5-6 лет подготовка к школе у нас есть, помощь школьнику и занятия с подростками. Ну, там всего 4 подростка, а сколько их всего? То есть у нас сейчас катастрофически нет ничего, чтобы помогло подросткам с синдромом Дауна. Для этого нужны ресурсы, нужно помещение, нужны средства. И мы бы мечтали, чтобы у нас был большой коррекционный центр, где бы была программа раннего вмешательства, помощь малышам, поддержка родителей, где была профподготовка, чтобы мы могли с подростками работать, дать им удочку, так скажем, да, обучить их чему-то, чтобы они стали более самостоятельны в жизни, чтобы они почувствовали, каково это зарабатывать свои деньги. То есть они вполне это могут делать, нужно только дать шанс. Ну, хорошо, он не будет там каким-то учёным, каким-то, я не знаю, но какую-то примитивную работу, которую тоже должен кто-то выполнять, они вполне могут это делать. Когда у вас родился Адамир, вы сказали, что вы думали, что вы всю жизнь будете сидеть дома в заперти, а затем вы сказали, что очень важно не терять время, да? То есть вы с какого времени начали развивать своего сына? Ну, вот в силу того, что у него были ограничения по здоровью, мы начали заниматься только в год. То есть в год я его забрала с последней операции на сердце, я его забрала в 10 месяцев, он ещё не держал у меня голову. То есть он настолько был ослаб, ослаблен от всех этих лежаний постоянных, вообще недовес полнейший был. То есть я сейчас сравниваю фотографии, что было до и то, что сейчас. Ну, то есть, может быть, кто-то бы даже и не понял, что это тот ребёнок. А что сейчас может Адамир? Адамир отлично плавает. Допустим, плавание, теннис, футбол. Может спокойно, допустим, утром проснуться, пойти себе положить, покушать, погреть микроволновки, съесть, поставить это в раковину, а то и помыть за собой посуду. Может выбросить мусор, любит рисовать. Школа уходит самостоятельно? Ну, как самостоятельно? Это, получается, коррекционная школа для детей с нарушением слуха. У нас ещё дополнительная тугоухость. Мы приходим туда, вот с порога. То есть вы его сами приводите? Да, мы привозим его туда. Всё, он зашёл, он пошёл, знает весь алгоритм, он пошёл, поставил портфель в класс, пошёл в раздевалку, переоделся и пошёл там ждать своего учителя. То есть это в плане этого Адамир очень даже самостоятельный. По большому счёту, если с ребёнком заниматься, да, с самого детства, развивать и уводить там к логопеду, работать, да, постоянно говорить, то можно вытащить максимум. Конечно. Вообще потенциал большой, да? Конечно, конечно. Нет никакого ограничения, нет абсолютно. Есть единственное, конечно, ограничение, когда у детей есть сопутствующие какие-то заболевания, которые очень мешают им развиваться так хорошо. Есть такие случаи и есть детки, которые достаточно рано от нас уходят, но не потому, что у них синдром Дауна, а потому, что у них есть сопутствующие заболевания, которые, к сожалению, либо там не поддаются лечению, либо вот настолько этот дефект сложен, что уже там ничего не сделаешь. А так, конечно, да. То есть вот только ребёнок родился с синдромом Дауна, мама должна включиться. Понятно, что там депрессия, уныние и всё прочее, но чем раньше мама включится и примет этого ребёнка, то есть не так, что вот нет, 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 потому что вот этот вопрос принятия тоже очень важен. То есть вот когда ты принимаешь ребёнка таким, какой он есть, не пытаешься его исправить, не злишься вот за то, что ты не такой, как все, и у ребёнка идёт лучший прогресс в развитии. У нас очень большая очередь приёмных родителей. В Казахстане очень много семей хотят усыновить детей, но, к сожалению, в основном хотят усыновить маленьких детей, какого-то определённого пола, да, как бы, вот. Поэтому на уровне детей до 5 лет, как бы их достаточно быстро усыновляют. Что касается профиля наших детей, то у нас, если сейчас говорить про деревню, более 85% детей — это 12% старше, а если говорить про 16% старше, это уже 50%. То есть из домов малютки к вам мало попадают, да, детей? В основном те, кто с семьями, то есть братья и сёстры. То есть основная наша идея, когда он попадает в семью, то есть ребёнок должен воспитываться в семье со значимым взрослым, и мы не разлучаем никогда братьев и сестёр, они воспитываются вместе. То есть в домах малютки в основном остаются братья и сёстры, и они потом могут автоматом перейти либо в детский дом. То есть по закону у нас нельзя, да, их разделять? Да, дело в том, что когда... Как у нас бывает? Вот, допустим, уже старший брат с сестрой уже у нас, и если ребёнка возраст подходит от дома малютки, он попадает к нам. И как бы они потом уже вместе... У нас уже несколько таких семей, ну, в каждой деревне, то есть это дети, которые растут у нас, и, к сожалению, вот такие вот семьи, где по 2, 3, 4 ребёнка даже у нас есть, такие примеры, ну, конечно же, на усыновление очень тяжело. А сама процедура усыновления до сих пор такая сложная? Нет, я хочу сказать, что процесс усыновления, вот благодаря крупным НПО, таким как Дом мамы, да, вот, во главе с Анна Рахимбаевой и Оруженца, она очень много в этом направлении работает. Я думаю, что сейчас гораздо проще, но гораздо жёстче отбор. И это очень правильно, потому что мы проводим такие школы приёмных родителей, и на собственном примере видим, что родители, проходя такие школы приёмных родителей, они смотрят и понимают, и оценивают, смогут ли они. Потому что вот если привести статистику, порядка, вот мы провели ШПР для 500 семей, и где-то порядка 70 из них отказались, потому что пройдя такую школу, они поняли, что они не справятся, что это достаточно тяжёлый путь, и не каждый с ним справится. И мы очень рады, что эти люди отказались, и мы считаем, что это очень хороший результат, потому что проблема вторичнего, а даже ещё более третичного сиротства, она существует. То есть есть родители, которые берут, да, на усыновление ребёнка, потом заново сдают дискидом? Да, к сожалению, таких много, потому что люди не рассчитывают свои силы, потому что существует несколько стадий вот этого процесса, когда ребёнка берут в семью. А в чём сложность? Вопрос в самом ребёнке? Да, потому что ребёнок... Я сама проходила школу приёмных родителей для того, чтобы понять, насколько мы грамотно и профессионально это всё ведём. Дело в том, что ребёнок, который долго находился в детском интернатном учреждении, и после того, как его, ну, как предали уже свои собственные родители, он просто не верит, и он начинает испытывать родителей, взрослых, насколько, не бросят ли они. Или, допустим, есть дети, которых уже по нескольку раз возвращали к нам в деревню, они вообще у них... Возвратить доверие взрослого — это очень-очень сложный процесс. Дело в том, что к нам приходят зачастую дети, мы даже не знаем их прошлого на самом деле. Они ищут своих биологических родителей? Мы вместе с детьми... Пытаетесь? Да, мы делаем это, потому что для нас очень важно, как я уже говорила, поддерживать отношения с биологической семьёй. Я читала книгу Гульнары Башкеновой, она объездила, по-моему, весь Казахстан, вот собирала истории. Читали тоже, да? Да, да, конечно. И я ужаснулась историем о том, как в некоторых аулах, тоже там родился ребёнок, например, с синдромом Дауна, когда родителям говорили, что это овощ, да, он будет лежать, и дети действительно лежали там до подросткового возраста, да, с пролежнями, не вставая с кровати. Да, есть такое. То есть вообще просто это дети, которых, можно сказать, они, ну, я не знаю, просто находились дома, в домашних условиях, но ими никто не занимался, к ним, по сути, никто не подходил. Ну, просто живёт и живёт. Да, да. К сожалению, знаете, вот в отдалённых, ну, вот аулах, да, там очень мало информации, то есть, как правило, когда рождается такой ребёнок, виновата мать сразу, что всё это вот вина — это ты, болела, не досмотрела, ещё что-то. А к вам были такие претензии? Ко мне лично? Нет. Нет, я очень благодарна своему супругу, можно сказать, из этой депрессии он меня вытащил. Хотя у меня было чувство вины, что я где-то накосячила, что я что-то не то сделала, почему у меня родился такой ребёнок, у меня страшное чувство вины было. Мне кажется, что все мамы, у кого рождаются дети с особенностями, они начинают заниматься самокопанием. Да, конечно. И ищут почему-то причину в себе. Конечно, да, все так делают. Все так делают. В основном, да. То есть у нас даже вот психолог Светлана, когда работает с нашими мамами, у неё прям есть программа специальная вот прорабатывание этой вины, чтобы мама не считала себя виновата в этой ситуации. Сколько денег вы собрали за пять лет? Ой, Динар, знаете, вот так вот сложно сказать, сколько мы денег собрали. В общем. Тяжело собирать деньги? Ну вот я расскажу, да, вот этого девушку, которая нам помогла открыть коррекционный центр, она нам помогала около двух лет. То есть она полностью покрывала все расходы, дети ходили на занятия вообще без проблем. Потом просто ей пришлось переехать в другую страну, она сказала, ну я не могу. Потом нас взяли под опеку, так скажем, одна крупная компания, тоже помогала нам три года, оплачивала все расходы. В прошлом году, в ноябре, она ушла. И вот с ноября месяца прошлого года мы живем только благодаря неравнодушным людям. Сборам, да? Сборам, да. У нас нет сейчас крупного спонсора, у нас нет крупных вложений в нашу деятельность. Это вот реально стоит 200 тенге, кто-то 50 тысяч, кто-то 100 тысяч. Но это не больше, не более там. Такие суммы через приложение Каспий, раздел благотворительность, есть наш фонд. И родители, которые посещают, дети посещают наши занятия, там у них есть взносы. Взносы за занятия, так скажем. И это сложно назвать оплатой, потому что эти взносы в разы ниже, чем сейчас нам предлагают коррекционные коммерческие центры. Что я понимаю, что для родителей отдать большую сумму на, допустим, дефектолог, ЛФК, в силу того, что этими детьми нужно заниматься постоянно, да, у нас есть пособия по инвалидности, но вот если бы, если охватывать все, что я хочу дать своему ребенку конкретному, да, про своего, то мне бы хватило, наверное, 2-3 пособия таких, чтобы охватить все, что я хочу. Поэтому мы стараемся, так как мы сами родители, да, таких детей, мы стараемся, чтобы все-таки это было как-то приемлемо для родителей. Алла, а крупные коммерческие компании помогают вам? Ну, например, вот в прошлом году компания «Отель Навотел» провели для нас благотворительный ужин, да, там мы устраивали аукцион, тоже хорошо нас поддержали. А в этом году это Яндекс.Гоу своей благотворительной акцией «Щедрый ноябрь», то есть там механика акции такова, что вообще любой человек может принять в этом участие. Даже не зная этого. Да, даже не зная этого, да, там, если ты вызвал такси, по любому тарифу, за каждые 10 километров пути будет начисляться 1 тенге в счет этой акции. И потом вся собранная сумма. За весь ноябрь, да? Нет, там получается каждую пятницу. А, каждую пятницу. Да, каждую пятницу, да. И эта сумма просто будет делиться среди 4 фондов. А как часто к вам вот приходят, обращаются с такими интересными акциями? Как вас находят? Вы знаете, к сожалению, очень редко. Возможно, мало кто знает про наш фонд, то есть потому что, ну вот, есть фонды, да, которые там собирают средства на лечение детей, да, а там, когда стоит вопрос о жизни и смерти ребенка, конечно, это приоритетнее. У нас направление немножко другое. У нас цель этого обучения, дать обучение, знания, то есть поддержание именно коррекционные. То есть вот, допустим, от синдрома Дауна нет волшебной таблетки, нет лекарства. Единственное лекарство — это коррекция, постоянная коррекция, постоянно мы должны своих детей постоянно стимулировать. Мозг должен быть, должен работать. То есть это постоянная-постоянная работа. открытие каких-то, ну, новых занятий, чтобы они приобретали новые навыки. Вот. Вот в чем заключается наша деятельность. Я думаю, это поддержка, наверное, и родителей, да, которые попали в такую ситуацию. Вот вы, например, вы же не можете сейчас работать там, я не знаю, в любой другой профессии, да, потому что вам нужно рядом со своим ребенком находиться. Ну, опять же, не всегда, в принципе, я успеваю, да, и дополнительно работать, но вообще, конечно... До какого периода нужно все время быть с ребенком? Потому что, ну, когда у обычных родителей рождается обычный ребенок, ты до года с ним, да, ты привязан, ты смотришь за ним, а ребенок с синдромом Дауна, я так думаю, что это вот годовалый ребенок на протяжении долгого времени. Честно скажу, что, допустим, иллюзии о том, что мой домир сможет жить без меня самостоятельно, конечно, у меня нет. Я бы хотела, чтобы так было, но моя задача сейчас вложиться в максимум, чтобы в моей старости облегчить в первую очередь себе жизнь, чтобы он не был, что я бы не была к нему привязана 24 на 7, чтобы у меня тоже была своя жизнь какая-то, а у него своя самостоятельная. То есть это же не обязательно. Но отдельно он сможет жить? С моей помощью только. То есть есть модель, это тренировочные квартиры, когда опять же родители там скидываются, покупают там домик, квартиру, что-то вот и устраивают своих детей туда и учат вести их быт. Сегодня один родитель с ними, завтра другой. То есть они учат ходить в их магазин, покупать продукты, готовить и вести вот так вот свой быт. То есть ваша задача, чтобы домир был самостоятельный? Конечно, конечно, это моя цель. А нет страха, что если вдруг вас не станет, что он не справится? Я стараюсь про это не думать. Вы знаете, у меня было это в начале, а что же завтра? Нет, я думаю про завтра, но я не строю такие долгосрочные прогнозы, потому что можно опять впасть в депрессию, опустить руки и сидеть ждать, а что же будет потом. То есть я, да мир нас конкретно научил жить сегодняшним днём, радоваться сегодняшним событиям, радоваться мелочам, что мы и делаем. Но, конечно, как бы вот в голове не отпускают вот эти долгосрочные цели, что дальше, что дальше. Но это уже не в таком паническом состоянии, как это было в начале, а вот именно как какой-то мотиватор идти дальше, делать что-то, не опускать руки. В отличие от других благотворительных фондов, вам всё-таки гораздо проще, потому что ваш фонд создавала Сара Алпысовна, у вас много лет вас спонсировала международная организация, сейчас вы получаете деньги от государства, но тем не менее вы нуждаетесь вообще в средствах дополнительных? Да, вы правы. Дело в том, что мы благотворительная организация уже 28 лет на рынке, у нас есть устойчивые связи с государством, с акиматами, с нашими учредителями, попечительским советом, но я вам скажу, что без помощи наших спонсоров попечительского совета мы бы не справились. Вот, это и, допустим, такие компании, как ERG, помогают нам с летним отдыхом, потому что мы хотели бы, чтобы дети отдыхали наравне с обычными детьми, в хороших лагерях, с обычными детьми, потому что есть такая не очень хорошая практика, как я считаю, когда детей детских домов отправляют в одни и те же лагеря, и они как бы там все тусуются, да, как бы ничего хорошего я в этом не вижу. В Караганде мы открываем дом юношества в самом городе, потому что детям из Тимиртау, ну, в Тимиртау не так много возможностей для учебы для детей, буквально недавно мы начали работу с компанией Яндекс, которая также проводит специальную акцию «Щедрый ноябрь», в которой мы участвуем и другие еще три фонда, очень благодарны им также. Но у нас есть такой слоган у фандрейзинга в СОС, что «Добро делает легко, когда многие помогают», и я считаю, что это абсолютно правильно. Редактор субтитров А.Семкин